здравствуйте с вами снова я и финляндия сегодня у нас пятница я сходила за продуктами и сейчас вам немножко покажу что я взяла с продуктов и не только из продуктов вот видите какой плохой свет на улице у нас пасмурно и вот вторая включенные но света очень мало сейчас я еще включу здесь над печкой свет на сейчас еще в коридоре включу тогда наверно будет лучше света лучше освещение здесь над печкой выключена ничего не дает ну давайте начнем с того что я взяла вот такой виноградик взяла упаковочку виноградика вот таких три шоколадных батончика один банан вот такой карамельный крем а это сверху коричневый сахар 1 авокадо 1 помидорчик это ведь и курочка нарисована это куриная колбаска вот она нарезана я перевернула вам куриная колбаска две свеклы я взяла я очень люблю свеклу отварю люблю свеклу отварю вот вот такой вот сыр домашний два актимеля и это один маленький яблочный сок вот две упаковки такие булочки которые они почти готовы но их надо на 5-7 минут поставить в духовку то я вам специально перевернула с этой стороны чтобы вы видели какие они эти булочки по шесть штук видите вот по шесть штук их тут потом нарисовано так вот можно их разрезать и туда вот ложить всякие добавки там ну я просто кушаю как хлебушек это вот здесь вот видите в этом пакете это три штучки слойки с мясом это как всегда я люблю эти эти сладенькая такие пончики сладенькие с кремом и шоколадом присыпаны потом эту упаковку ручка я взяла упаковочку этого укропчика вот такие сухарики с чесночком видите чешночок нарисован сухарики такие для супика или для борщика и такую большую упаковку картошки и вот еще я вам не показала это мясо почему это мясо свинина почему она не в упаковке а в пакете я вам расскажу потому что я обычно хожу у меня рюкзак и сумка с которой я хожу но сегодня вернее не сегодня пару дней тому назад я пообщалась со своей подругой мы с ней каждый день мы общаемся с украиной она мне говорит о подруга ты бы взяла мне какие-нибудь вещи какую-нибудь одежду а я к тебе обязательно приеду ну то что она ко мне приедет я конечно я очень хочу ну я мало верю но говорит приеду ну возможно я сама поеду и повезу ну и вот так как я сегодня пришла в обычное время обычно никогда вещи не беру но думаю дай-ка я посмотрю может что то есть вещей я пошла туда где там вещи висят и увидела вот такую тупленочку видите вот такая тупленочка тупленочка это абсолютно новая она из натурального на натуральном меху видите натуральный мех нигде ничего не заношено не за не затерта а верх это натуральная кожа сейчас его покажу спинку вот так вот она сделана знаете по типу пилота пилот эти вот куртки такие вот по такому типу вот это вот тупленочка думаю что не взять подруга она все равно зимой в машине ездит с мужем вот ей будет удобно тепло и холодно и приятно ну она конечно тяжеловатая но все равно взяла думаю ладно а вдруг она сама приедет ну не приедет может быть я повезу но они понадобятся обратно отнесу туда в красный крест вот такие дела вот поэтому я и это мясо попросила девочек я сначала взяла эту тупленку а потом девочка там которая на раздаче стоит продуктов русская я попросила ты коробки вы ими пожалуйста положи мне так она мне в два пакета это просто обыкновенная свинина на косточке вот такая вот свининка хорошенькая свеженькая картошку я взяла специально для или такая разваристая картошка можно сделать жаркое будет вкусненько зелени конечно взяла для того чтобы туда присыпать больше ничего не брала потому что есть у меня еще груши 4 груши есть еще пол банана но я его выкину вчера пол банана съела больше не захотела вот думаю этого мне вполне достаточно зачем мне набирать лишнего вот сейчас людей стало ходить очень много поэтому пускай люди берут те которым надо а мне этого вполне достаточно вот я вам кратенько так рассказала завтра у меня значит поход в церковь видите вот написано 27 10 поход в церковь обязательно в церковь я люблю туда ходить посидеть службу послушать и сейчас вам покажу еще утро ну я ночью слышала ну не ночью это было уже часа четыре начало пятого шорох какой то ну я знаю что раз такой шорох это значит обязательно у нас идет это разнос почты утренний утра встала смотрю у меня вот такая бумага пришла видите вот такая бумага плохо это самая резкость плохая ну короче я вам расскажу на 13 11 на 13 ноября это на мамографию направления все женщины живущие в Финляндии после 35 лет проходят мамографию бесплатно один раз два года присылаются вот такие вот направления в турку здесь у нас проходит бесплатно потом где-то через месяц придет ответ и все женщины которые после 50 лет проходят так называемая папа коя ну я думаю все же сейчас знают этот анализ везде называется папа вот так папа тока коя это по-фински анализ обследование а папа анализ это вот если вы смотрите малыш его она часто говорит об этом на такой анализ присылают направление женщинам после 50 лет один раз в три года я недавно проходила вот а вот на это самое на мамографию пришел мне пришло направление надо будет пойти ну вот на этом буду заканчивать всего вам доброго всего хорошего хорошей погоды у кого нехорошая погода я не могу сказать что у нас плохая погода обычная осенняя погода но уже утром было всего лишь плюс один а ночью минус три вот уже листья облетели практически все поэтому вот такая вот погода на этом все а вам наверное видно то что стоит на балконе я вам сейчас открою покажу видите такая штучка тележка такая сейчас я ее сюда я же на инвалидности по спине это выдаются такие штуки бесплатно и с этой штукой с девяти утра до часу дня проезд в транспорте бесплатно у меня была другая я Юрия брала но он так и не пользовался не я иногда не пользовалась но она такая тяжелая несовременная это такая видите более современная легкая такая удобная она это складывается это складывается я вам не показала но она складывается с ней удобно заходить ну когда в транспорту не надо складывать а когда например на машине едешь она складывается удобно та не складывалась а то я еще не сдала надо отвезти обратно есть такая у нас в центральной больнице есть такое отделение всякого медицинского инвентаря если например вам надо такая тележка или у вас больной кто-то ножку поломал там дадут костыли дадут всякую обувь дадут если ну люди которые не могут ходить в туалет дадут специальный туалет с био с био заполнителем дадут специальный стульчик купаться придут домой вам бесплатно прикрутят скажем в душ всякие ручки к туалету всякие ручки ну все-все-все что вам надо инвалидные кресла на которых и возят людей автоматические не автоматические все это дадут вам бесплатно если вам это назначил врач вам все это дадут бесплатно вот такие дела если хотите я вам расскажу об этом такой в маленькой такой домашней болталочке а пока на этом все пока-пока до новых встреч подписывайтесь на мой канал я и финляндия на канал моей дочери наталья п пишите английскими буквами пока-пока до новых встреч